Ловнинские педагоги Ловнинские педагоги Ловня присвоена заместителю заведующей по учебно-воспитательной работе детского сада номер 7 «Ягодка» Светлане Затеевой и учителю русского языка и литературы школы номер 1 Оксане Мартынушкиной. С теплыми словами обратился к своим коллегам начальник управления образования города Ловня Владимир Зиновьев. Мне кажется, единственная динамично развивающая отрасль сегодня – это образование. И оно настолько интенсивно развивается в современном мире, что мы должны идти на шаг вперед по уровню развития, в том числе интеллекта и других IT-технологий учащихся. Мы лидеры, мы впереди планеты всей должны идти. И своим поведением, своей активной жизненной позицией должны воодушевлять детей, мотивировать их на успех и делать их счастливыми. И поверьте, все то, что вы делаете, у вас это мастерски получается. В день учителя любой педагог, будь то учитель средней школы, преподаватель вуза или воспитатель детского сада оказывается в центре внимания. Татьяна Дмитрук свою педагогическую деятельность начала случайно. Привела дочь в детский сад «Незабудка» и временно устроилась младшим воспитателем. Через год стала воспитателем, через 4 года – заместителем заведующей. А с апреля 2018 года назначена заведующей детским садом номер 8 «Золотой петушок». По первому и второму образованию Татьяна Николаевна – юрист и бухгалтер. Но со школьной скамьи, глядя на своего первого учителя, всегда мечтала о педагогической деятельности. Помню прекрасно Галину Павловну и помню свою первую единицу, которую мне поставили в первом классе за невыученное стихотворение. Но я очень умела ее исправила на 4. Но потом после этого она сказала, что ты четверки ставишь хорошо, значит быть тебе педагогом. Ну вот, видимо, это на жизненном пути так сложилось. Не жалею нисколько и ходить не хочу. Я поняла, что это то, что мне нужно. У каждого, кто учился в школе, сохранились в душе свои воспоминания о любимых педагогах. Наверняка одним из таких учителей для выпускников Лобнинской школы номер 7 стала Зинаида Смирнова. Она преподавала историю и общество знания с момента открытия учебного заведения в 1977 году. Ушла на пенсию в 2012 году по состоянию здоровья. Зинаиде Азаровне было 74 года. Но, несмотря на огромную разницу в возрасте, с учениками она легко находила общий язык. Если ты будешь относиться к ученикам с уважением, видеть в них личность, видеть в них человека, кому хочется помочь, с кем хочется поговорить и общаться с ними, знаете, ну, как с равными, которыми можно обсудить разные проблемы. А на уроках, конечно, давать знания крепкие и спрашивать хорошо. Праздничное настроение всех собравшихся поддерживала группа «Мистер Икс», которая исполнила хиты прошлых лет. Еще одним неожиданным, но очень приятным сюрпризом для педагогов стало поздравление народного артиста России Евгения Князева. Учитель, особенно в школе учитель, это очень серьезная профессия вообще в национальном смысле этого слова. Если тебя называют учителем, это значит, он что-то такое услышал, ты смог что-то такое сказать ему, что направило его в жизнь. Каждому учителю я желаю, чтобы его, его ученики называли учителем. Праздник закончился, но любовь к педагогам и восхищение великим учительским трудом остаются. Наталья Жукова, Дмитрий Жуков, Михаил Жуков, телекомпания «Лобня».